Следующий вопрос. Говорите, если женщина ставит условия, то есть перед его бракосочетанием, о том, что ее ребенок будет жить с ними, будет жить с ней. И то, что муж, за которого она выходит замуж, то есть следующее, что называется муж, он должен будет содержать ее и также ее ребенка. То есть ставит условия, что ты должен будешь содержать не только меня, но и моего ребенка также. Говорит, если женщина ставит условия, что ее ребенок будет находиться с ней, то есть будет жить с ними. И ставит условия, что муж, то есть будет содержать ее ребенка, то есть который не от него, но от другого человека. Говорит это подобно тому, как если женщина поставит условия более завышенного садата, более завышенного махра. То есть допустим махра в определенной местности 1000 долларов. Женщина ставит условия, что ее махра будет 1200 или 1300. Такое является действительным или нет? Да, такое является действительным. То же самое говорит здесь. Это является действительным. И это, говорит, возвращается к обычаям людей. То есть как наняты в работе, рабочие относительно его еды и одежды. То есть имеется в виду то, что содержание ребенка, говорит, возвращается к обычаям людей. То есть невозможно назвать какую-то определенную сумму денег, допустим, которую он будет отдавать в сутки или в неделю или в месяц и тому подобное. Но это возвращается к тому или к той местности, в которой они живут. Как люди обычно обеспечивают своих детей или детей такого возраста. Значит, если женщина ставит условия о том, что ее ребенок должен находиться с ней или будет жить с ними, и он, то есть будущий муж, будет содержать не только ее, но и ее ребенка также, то это условие является действительным и его необходимо выполнять. И если муж не будет выполнять это условие, то жена имеет право разрыва никаха, имеет право на разрыв актоврепосочетания. Далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова